Здравствуйте! В эфире «Диалог». И сегодня с нашей гостьей будем говорить о том, как гомельские врачи выхаживают детей, которые появились на свет раньше срока. Присоединяйтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомельской городской клинической больницы номер 3 работает с 2003 года. В 2008 году возглавила педиатрическое отделение для недоношенных детей. В 2016 году награждена медалью за трудовые заслуги. В 2018 году по счетной грамотой Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Вопросы Ольги Креч можно задать прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 0232-340-0433. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-0433. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Ольга Зиноновна. Здравствуйте, Ольга. Прежде чем мы перейдем к основной теме нашей сегодняшней программы, давайте посмотрим короткий анонс событий этой недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиционная европейская неделя мобильности началась 16 сентября и завершится 22 сентября Всемирным днем без автомобиля. В этом году к акции присоединились 12 городов Гомельской области. В среду 18 сентября председатель Гомельского областного исполнительного комитета Геннадий Соловей проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан в Ельском райисполкоме. Время работы прямой линии с 10 до 11 часов. Номер телефона в Ельске 2-29-35. После состоится личный прием. Необходима предварительная запись. В пятницу Реческий район даст старт патриотической акции во славу общей победы. На территории района находятся 110 захоронений периода Великой Отечественной войны. С каждого из них возьмут горсть земли, которая впоследствии будет помещена в общую капсулу. Из всех районов страны их потом соберут в крипте столичного храма-памятника в честь всех святых. В субботу 21 сентября в Речице состоится областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». За главный титул конкурса в этом году будут бороться 11 самых активных и творческих молодых семей. А в Мозыре, Светлогорске и Чечерске в субботу 21 сентября будут отмечать День города. 21 сентября ежегодно отмечается Международный день мира, как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Субботу 21 сентября Когда после института я приходила в интернатуру в Полоцкой больнице, в Полоцком роддоме, вот как-то там сразу и осталось. Поняли, что ваше, да? Да, мне было очень интересно, действительно очень интересно именно с новорожденными детьми работать, это правда. Ну а ваши пациенты, они отличаются и от прочих новорожденных даже, они самые маленькие, самые трогательные, самые беспомощные. В отделение дети попадают ведь и не только те, которые рождаются в третьей больнице, но и из других родильных домов. Как это происходит? У нас в Гомельской области изначально создано два отделения на базе областного роддома, областной больницы и в 85-м году открытое отделение было в третьей больнице. Вот на базе педиатрического отделения именно для выхаживания недоношенных детей. Сейчас построен перинатальный корпус в детской областной больнице и там тоже есть этап выхаживания, в том числе недоношенных детей. Да, то есть как бы вот три этапа, которые существуют в Гомельской области и, соответственно, дети поступают не только с того роддома, где он родился, а еще с других роддомов. Как это происходит? Такой процесс предугадать невозможно, когда человек появится на свет, как человек в итоге попадает в руки ваших врачей. Конечно, ребенок рождается в роддоме и если есть какие-то проблемы, либо он родился в недоношенных, после стабилизации состояния ребенок переводится на второй этап выхаживания. Соответственно, у нас плановое отделение, мы заранее знаем, какой ребенок поступит, что у него, какие проблемы, то есть мы владеем уже информацией. Определенные учреждения за вами закреплены, да, это определенные районы Гомельской области. Бывает, что издалека перевозят пациентов? Ну, бывает по-разному. Ребенок должен рождаться, если это преждевременные роды, в том стационаре, где ему будет оказана высокоспециализированная помощь, чтобы ребенок не просто выжил, а чтобы ребенок был здоров в конечном итоге. А из отдаленного районного центра возможно перевозка ребенка? Конечно, есть реанимобиль, да, реанимационная натальная бригада существует в детской больнице, в Мозоре у нас, то есть этот процесс уже давно организован. Сколько в день поступает новорожденных к вам? В основном один, два, три. А всего одновременно сколько находится маленьких пациентов? Наше отделение рассчитано на 20 коек, поэтому бывает по-разному. Бывает 18, бывает 25, по-разному. Вот иногда говорят, младенцы все на одно лицо. А вы каждого пациента можете отличить и понять, что его беспокоит, что не так, какое у него настроение? Неправильно говорят. Нет, конечно, все дети абсолютно разные, они все отличаются, они уже обладают своим характером, они совершенно разные и болеют разными болезнями. Об этом попозже поговорим. В продолжении нашей беседы предлагаю посмотреть сюжет, который наши корреспонденты сняли в отделении для недоношенных детей. Наблюдать за детьми, которые родились раньше срока. В Гомеле появится кабинет Катамниза. Здесь будут оказывать медицинскую помощь малышам, которые появились на свет с низкой и экстремально низкой массой тела, а также тем, кто находился в критическом состоянии в раннем неонатальном периоде. В кабинете будет работать всего один педиатр. К нему с любыми медицинскими проблемами и вопросами смогут обращаться родители с детьми до 18 лет. Целью работы кабинета Катамниза станет профилактика хронических заболеваний, связанных с врожденной и перинатальной патологией. Здесь же будут диагностироваться эти нарушения и решаться проблемы, препятствующие нормальному росту и развитию детей. 10 лет назад пациенткой отделения для недоношенных детей Гомельской городской клинической больницы номер 3 была Мария Лисовская. На 26 неделе она родила дочь Марину. Вес девочки составлял 840 граммов. А дома у Марии была еще одна дочь, которой на тот момент было всего полтора года. Несмотря на это, женщина три месяца, не отходя буквально ни на шаг, провела в больнице вместе с новорожденной. В результате ответственного и профессионального подхода медперсонала, а также огромной материнской любви, веры и надежды, девочка все выдержала. Сейчас Марина учится в пятом классе, причем на отличном. Спустя даже 10 лет я не могу об этом говорить спокойно, потому что это замиранием сердца. Спасибо большое нашей Ольге Зиноновне и всей команде, которая позволяет нам быть, которая вселяет в нас веру, в то, что мы сможем преодолеть все. Что у нас вырастают такие замечательные дети, способные, развитые, очень интересные во всем. Они стремятся все узнать, они стремятся все знать. То есть они ничем не отличаются абсолютно от наших обычных детей, которых мы рождаем в 9. Но им нужна забота чуть-чуть больше, чуть-чуть любви той, которую могут дать оба родители. Не одна только мама, которая здесь именно и проживает. И тот папа должен видеть все то чувство, которое там находится мама вместе с ребенком. Те же эмоции, те же переживания. Вот поэтому это самые чудесные, самые трепетные дети, которые настолько дарят свою любовь, настолько дарят свои эмоции, что их нельзя. Кажется, я хотел бы наказать за что-то, но ты не можешь. Потому что эти глазки, эти заботливые лица, просто приходящие, обнимающие тебя, ну это просто счастье, это рай. Спасибо, что есть такие учреждения, спасибо, что есть такие замечательные врачи. На следующий день вместе с Ольгой Креч, заведующей отделением для недоношенных детей Гомельской городской клинической больницы номер 3, мы отправляемся в Новую Гуту. Здесь рядом с домом нас встречает маленькая Полина. Девочка любит рисовать, поэтому в подарок большой набор для творчества, а в качестве благодарности нежные объятия. Девочка ведет гостей в квартиру и тут же демонстрирует результаты своих многочисленных достижений и талантов. Рисунки, дипломы, медали. Шесть лет назад Полина появилась на свет в Гомельской городской клинической больнице номер 3. Весила девочка всего килограмм 270 граммов. После родов и мать, и дочь попали в реанимацию. Ребенок был долгожданным. Родителями пара мечтала стать 5 лет. И вот, когда наконец чудо свершилось, все пошло не по плану. Полтора месяца пришлось провести в больнице, пока выходили, подрастили малышку. Потом появились новые проблемы со здоровьем. Решать их пришлось целых три года. Наконец, все осталось в прошлом. Но вспоминать о том, через что пришлось пройти, Елене, Полининой маме и сейчас нелегко. Для меня это был, конечно, очень большой шок. Когда я в реанимацию пришла в себя, спросила у врачей, где мой ребенок. Мне сказали, что она находится в реанимации, тоже в детской, в тяжелом состоянии. Я спросила, будет ли она жить. Мне ответили, что никто не знает об этом. Знает один Бог. Когда я ее первый раз увидела, я потеряла сознание. Врачи меня приводили в чувство и сказали, что больше к ней не пустят. Ольга Зиновна сообщала нам каждый день, что она сегодня съела три капельки питания. Потом семь капелек. Потом десять. Каждый год в Гомельской области рождается около тысячи недоношенных детей. Это около 4% от всех новорожденных. Недоношенными считаются младенцы, которые появились на свет на сроки беременности от 22 до 37 недель. В прошлом году, например, самым маленьким пациентом Гомельской городской клинической больницы номер 3 был мальчик с весом 430 граммов. В этом году 840-граммовая девочка. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях Ольга Креч, заведующая отделением для недоношенных детей Гомельской городской клинической больницы номер 3. Ольга Зинонова, вы общаетесь со своими пациентами после их выписки. Следите за тем, как дальше развиваются эти дети. Конечно, для того, чтобы был хороший результат именно выхаживания, нужно знать, что с этим ребенком происходит после выписки из отделения. Для этого, собственно, и нужен кабинет катамнеза, который вы планируете организовать, чтобы накапливать данные о детях, которые появились на свет раньше срока, и о том, как в дальнейшем, что у них со здоровьем, как они развиваются. Да, здесь не только накапливать данные, хотя, конечно, статистические данные имеют свое значение. Он важен для своевременной и правильной помощи оказания детям. Для того, чтобы прежде всего, ранняя диагностика, профилактика. Проще профилактировать болезнь, чем ее потом лечить. Сейчас попробуем об этом подробнее поговорить. Вообще, с какой недели беременности ребенок уже жизнеспособен, если он родится? Или такого конкретного срока нельзя определить для всех? Есть. 22 недели. Да. 22 недели. Как правило, какие патологии со здоровьем у таких детей? Прежде всего, это проблемы с дыханием, потому что легкие еще не готовы у таких детей дышать. Здесь нужна помощь. Это проблемы с усвоением питания. Нервная система, потому что, в первую очередь, это незрелость нервной системы. То есть развитие ребенка происходит не внутриутробно, а происходит несколько в других условиях. Потому что что-то мешало ему во время беременности. Он родился преждевременно. И дальше мы должны смотреть, чтобы развитие, которое происходит в других условиях, в отделении, происходило именно так, как должно происходить внутриутробно. Мы максимально все для этого делаем. А может обойтись совсем без патологии? Или так не бывает? Бывает. Бывает. Бывает, что есть просто незрелый, недоношенный ребенок. Потихонечку он растет. И все, он абсолютно здоров. Конечно, бывает. И это не единичный случай. Чудо. В общем-то, здесь наверняка каждый случай уникален. Ни одна история не похожа на другую. И работать по протоколу не получается у врачей. Ни в коем случае. Потому что все недоношенные дети абсолютно разные. Поэтому каждому нужен свой подход. Каждого нужно увидеть, почувствовать. А вот первое, о чем вы спрашиваете, когда говорят, что везем пациента, срок, вес, какие проблемы, первое, чем вы интересуетесь, для того, чтобы понять, что вас ожидает? Первое – это срок и вес. Да. Ты уже понимаешь, какие проблемы могут быть. А дальше, да, то, что есть. В чем причины преждевременных родов? Рождение ребенка, прежде всего, зависит от здоровья мамы. Поэтому, насколько мать не имеет проблем со здоровьем, зависит от того, какой ребенок родится. Поэтому здесь много причин, абсолютно много. Это и какие-то хронические болезни мамы, инфекционные процессы, гормональные нарушения, эндокринные нарушения. Абсолютно много. Но это проблемы, скорее, беременной женщины, нежели того, как развивается плод. Да? Да, конечно. А перестраховаться возможно? Потому что акушерство сегодня тоже очень хорошо, высоко развито, очень хорошо сохраняют беременности. Почему вот пока еще, имея такой багаж знаний, технологий, вот не получается предотвратить? Перестраховаться, наверное, нельзя, но можно профилактировать определенные моменты. То есть наблюдение женщины беременной женской консультации, куда она регулярно приходит, сдает анализы, проходит УЗИ. И это есть наблюдение за развитием ребенка. И поэтому, если есть хоть какие-то моменты неблагополучия, то пытаются это решить. Но ведь очень во многих случаях это не неожиданность. То есть это может быть и плановое рождение, да? Плановая операция, кесарево сечение на сроки, когда еще ребенок будет недоношенным. Но лучше поступить так, чем пока сохранить беременность. Конечно. Это прежде всего риск для жизни. Риск для жизни мамы, риск для жизни ребенка. И поэтому есть плановое родоразрешение на ранних сроках. Выхаживание таких совсем еще маленьких пациентов – это очень в большой степени вопрос, зависящий не только от квалификации врача, но и от того, есть ли в наличии необходимое оборудование. Наши отделения, гомельские, они уступают столичным или условия такие же? Ни в коем случае не уступают. Я бы сказала, превосходят. Да, даже так? Да, у нас достаточно оборудования для того, чтобы оказывать любую помощь этим детям. Абсолютно. А есть еще что-то такое, что вы хотели бы, чтобы было из оборудования или из технологий, но пока не получается приобрести? Что касается нашего отделения, практически все, что нужно, у нас есть. Да, поэтому знания, умения, опыт, команда, мама, папа. От мамы тоже, да. И от семьи. Конечно. Если нет их участия, то часто не справится никто. Для того, чтобы получить хороший результат, должна быть команда, которая работает в одном направлении. Я об этом все время говорю родителям. То есть с одной стороны ребенок, с другой стороны родители и уже в последнюю очередь врач. Он необходим, да, но в последнюю очередь. А в первую очередь семья? Конечно. Послушайте, роддом у нас, детская реанимация, это всегда на протяжении десятилетий были самые закрытые больничные отделения, куда не пропускали никого, куда муха не пролетит, где стерильность, чистота, тишина. А вот мы уже все так примерно понимаем, что, наверное, это не совсем правильно, особенно, когда речь идет о маленьких детях, которым нужна мама, и нужны ее руки, и ее тепло, и, в общем-то, это самое главное. Но как так организовать этот распорядок в больнице, чтобы и условия надлежащие были соблюдены, и семья была рядом с малышом? У вас это получается? Ну, смотрите, нужно всегда исходить из интересов ребенка. Что нужно конкретному ребенку на сегодняшний день? То есть, если мы берем отделение реанимации, там не находится один ребенок. Там есть какой-то другой еще ребенок, третий, например. И если все родственники придут, то, наверное, это будет не очень хорошо. Потому что, да, вот этому ребенку нужна мама, нужен папа, нужны старшие братья и сестры, но ему не нужны посторонние люди, абсолютно. Поэтому всегда хорошо среднее, всегда хорошо родиться в срок, всегда хорошо вот все именно, что среднее. Меньше, больше – это всегда плохо. Ну, родителям вы говорите «можно», когда они спрашивают, да, «можно к ребенку?» Вы говорите «можно», идите. Ну, видите как, у меня определенные принципы есть в жизни, и один из них – это можно, да. Я не придерживаюсь позиции запрещения, наоборот, разрешения. Но в пределах того, что нужно конкретно их ребенку сегодня. А любому ребенку нужны мама и папа. Всегда. Ну, вот очень интересно, потому что женщина, она, конечно, даже в такой стрессовой ситуации, когда после родов, когда у самой еще могут быть проблемы со здоровьем, она все равно инстинктивна, мать, знает, что делать, понимает, что делать, понимает, что ребенку нужно. А вот как папы? Они же теряются наверняка. Как вы их настраиваете максимально участвовать в этом процессе? Или вот так в стороночке постойте, посмотрите, да? И как сами мужчины на это реагируют? Папам надо давать возможность. И они ее будут использовать. Наверное, вот где-то может быть наш менталитет о том, что женщина занимается детьми, муж пошел зарабатывать деньги. И, наверное, это не совсем правильно, потому что ребенок должен приносить счастье. Ребенок вообще для чего рождается? Для счастья в каждую семью. И счастье он не только женщине должен приносить, он должен приносить счастье и мужчине. Почему мы его отстраняем от этого счастья? Мы как раз поинтересовались у Гомельчана, у мужчины, у женщин, как в уходе за новорожденным должен участвовать папа. И люди поделились с нами своим мнением и своим личным опытом. Естественно, как помощник, как отец. Помогать жене, потому что ей очень сложно, тем более первый месяц. Конечно, должен по-любому. Что он должен делать? Ну, помогать все-таки это ребенок. А ночи, а дни, оно же тяжело одной маме справляться. Дай-касть, хотя у меня так сильно. Папа, я знаю, они любят под подушку зарыться, но я считаю, что это большая помощь была бы для матери. Конечно, как и матери, так и отца очень важна. То есть вы считаете, что роли одинаковые должны быть, да? Конечно. Вот что может делать отец, что должен делать отец в это время? Ну, помогать матери, общаться с ребенком. Должен участвовать в любом маломальском воспитании ребенка. И помогать во всем. Жена будет, естественно, она в декрете, она будет уставшая. То есть ей нужно будет готовить, ухаживать за ребенком, убираться по дому. Вот, естественно, как бы, ну, это входит не то, что в мои обязанности. То есть я также живу в этой квартире, ну, мне также это все в моих интересах будет. Будете заниматься вот духовно и физически воспитанием ребенка? Думаю, да. На 100% отец и мать. Как же? А зачем тогда ребенок отцу? Она огромна. Она исключительна. Поскольку отцовство, материнство, это как у птицы два крыла. Ребенок без этого не может. Это очень важно, чтобы и отец, и мать была опека, любовь. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о том, как гомельские врачи выхаживают недоношенных. Детей присоединяйте к нам еще 15 минут до окончания эфира. Если у вас появились вопросы, то звоните. Замечательный доктор, неонатолог Ольга Креч. Сегодня гости нашей студии. Ну, в теории, конечно, все мы знаем, все мы понимаем, что и мама важна, и папа тоже важен. А вот на практике, когда рождается ребенок, с которым что-то не так, у которого есть проблемы со здоровьем, то очень многие мужчины не выдерживают, и очень многие каким-то образом отстраняются от этой ситуации, потому что она слишком болезненная, потому что она и на их репутацию каким-то образом может бросать тень. Как это вот в моей семье что-то не так получилось, как должно было быть? И часто это бывает трагедия, и ухода за таким ребенком нужно больше. И чувствует он себя хуже. Не справляются папы. Уходят. Вот из вашей практики реального общения с мужчинами, молодыми, опытными, с отцами, которых вы видите, любящие, сильные, взрослые, трепетные отцы, это исключение из правила, или вы таких и принимаете у себя? Нет, есть и то, и другое, конечно, все это существует, но мое мнение, если мы дадим возможность папам быть ребенком именно тогда, когда есть проблемы, когда он болеет, когда он только что родился, когда он недоношенный, я все время папам объясняю, вы вот берете на ладошку вот килограмм, это ни с чем не может сравниться, и вот отсюда возникают чувства, и тогда семьи не будут распадаться, тогда папы будут брать на себя определенную роль и в воспитании ребенка, и в лечении его, и в занятии ребенком. Да, они не будут убегать от этого, но мы должны им дать эту возможность. Самому взять на себя ответственность, инициативу, это, конечно, очень страшно. И вот этот ребеночек, который действительно еще килограмма, наверное, даже не набрал, который сам не дышит и сам не кушает, ну вот, а как до него дотронуться? Ну, это же действительно, это же очень страшно. Ну, поэтому мы начинаем с того, что папа дает свой палец в ручку ребенка, и ребенок вот держит его палец, и папа улыбается, все расцветает для него, это уже совсем просто все по-другому. И когда он часто приходит к своему ребенку, и когда мы не ограничиваем время, нельзя ограничивать папе сообщение, он, может быть, ему достаточно пока вот этого времени, потом ему нужно больше, поэтому вот с этого все начинается, семья начинается с этого. Проблемы, они всегда закаляют, они воспитывают семью, они расставляют правильно приоритеты в каждой семье, поэтому, да, страх есть, страх есть, он присутствует, поэтому мы, в свою очередь, делаем все, чтобы страха было поменьше. Как вы настраиваете семьи? Что вы говорите людям, которые в огромном стрессе, пребывают в огромной боли, в страхе, когда еще совсем не понятен прогноз и исход? И вот, как говорила героиня нашего сюжета, я спросила, будет ли она жить, мне сказали, это только Господь Бог знает. И вы ведь тоже не можете сказать, вот, видя этого килограммового ребенка, а что с ним будет дальше вообще? Он проживет эти сутки, а он сможет потом просто дышать сам. Что вы говорите с семьями? Я говорю о том, что надо видеть каждый день, каждую минуту и радоваться тому, что у тебя сегодня есть, потому что день не повторяется, он просто уходит. Потом приходит другой, со своими радостями, со своими огорчениями, но он будет уже совершенно другой. Поэтому нужно наслаждаться тем днем, который у тебя есть. И если исходить с позиции ребенка, я всегда объясняю, что хочет ребенок на сегодняшний день. Давайте ему дадим это. Давайте все вместе это ему дадим. А чего он хочет? Он хочет, чтобы мама с папой были счастливы. Это важно. Конечно, важно. Видеть их не в слезах и не в страхах. Конечно, важно. А видеть их в счастье и в любви. А чтобы нам хотелось. Да. То есть вы уверены, что вот он это понимает? Абсолютно понимает. В любом сроке, с любым весом, ребенок абсолютно понимает, что происходит вокруг, как к нему относятся. Поэтому, когда к нам поступают дети, вот первое, мы им рассказываем, куда он приехал, что здесь его ждет. Да. То есть, и вот любой ребенок, он сразу так смотрит по сторонам, а что происходит, что вот, куда я попал, как ко мне здесь будут относиться. Поэтому мы всегда разговариваем, объясняем ребенку, да, укладываем его в инкубатор. И просто даем ему возможность адаптироваться к тем новым условиям, куда он попал. Я считаю, что это очень важно. Это потрясающе. А что вы советуете семьям, когда они покидают стены отделения, когда уже понятно, что все неплохо, что они идут вместе с ребенком домой? Но впереди еще очень долгий путь, потому что впереди часто такие проблемы, которые придется решать еще несколько лет. Как настроиться на эту борьбу? Или это не борьба? Нет, я бы не сказала, что это борьба. Да. Когда семьи покидают наше отделение, у них далеко не все решено. Да. Далеко не все. Мы научили кормить, мы научили дышать все вместе. Но как в дальнейшем будет развитие ребенка, очень много зависит действительно от того, как мама адаптирована к этому ребенку, как она понимает его проблемы, его вопросы, как она умеет видеть ребенка. Поэтому пока у нас находится мама, ну в первую очередь мама, и когда приходит папа, мы стараемся дать возможность понять ребенка, почувствовать ребенка. Это очень важно. Ребенок не говорит, но своей мимикой, своими какими-то жестами он говорит гораздо больше, чем словами. И если ты это понимаешь и наслаждаешься просто ребенком, действительно, и тогда немного возникает моментов, тогда нет лишней суеты, нет каких-то лишних страхов и переживаний, потому что ты знаешь, ты умеешь, и ты можешь решить что-то дома. Ольга Зиновьевна, а что является уже показанием для выписки? Сколько ваши пациенты проводят времени в отделении? И я так понимаю, что нередка ситуация, когда уже мама покидает, да, а ребенок остается? Или как? Или все это время родители? Нет, они уходят вместе, конечно, конечно, да. Мама вместе с ребенком, их нельзя разделять. А сколько времени находятся дети у вас? Месяц, два, три, четыре. По-разному, в зависимости от того, какие сложности, какие заболевания у ребенка. По-разному. Что является показанием для того, чтобы выписать, когда вы понимаете, что уже все будет хорошо и дома можно справляться? Ребенок может есть соской, набирать вес, решены основные его проблемы, дышит сам, без дополнительной какой-то респираторной поддержки. Хотя были случаи, что с кислородным концентратором выписывались дети домой. Мама должна быть абсолютно адаптирована к ребенку. Она должна понимать все в своем ребенке. А если этого не происходит? Ведь такие случаи тоже не редкость, и вы наверняка это тоже видите. Я бы не сказала, что это не редкость, да. Мы делаем все для того, чтобы мама понимала своего ребенка и, в общем-то, была к нему адаптирована. Для этого мы и работаем. Спасибо, Ольга Зиноновна. Есть вопросы, которые накопились у нас уже на нашем портале, на Вайбере. Некоторые из них мы в той или иной степени уже обсуждали. Поэтому где-то можно коротко, где-то подробнее. Но я думаю, что все ответы важны людям, которые написали эти вопросы. Какая масса тела у новорожденного считается экстремально низкой? От 500 до 1000 грамм. Это экстремально низкая. А 1000 грамм, 1500 грамм – это очень низкая масса тела при рождении. Ну и даже если больше 1500, это все равно… Это просто низкая, да. Ну, есть такая классификация. С этим напрямую связаны патологии, да, и проблемы со здоровьем? Во многих случаях, да. Но больше связано со сроком, в котором родился ребенок. Не столько с весом, сколько со сроком. А это не обязательно коррелирует? То есть может быть и больше срок, меньше вес? Да, может ребенок родиться доношен и иметь вес там 1500-1900, там 2 килограмма. То есть как бы… Пока недоношенный ребенок находится в реанимации, могут ли его навещать родители? Да, об этом мы подробно говорили. Они навещают, да. Но только родители? Бабушки, дедушки? Я придерживаю мнения, что должны посещать ребенка только родители. Мы исходим из позиции, что нужно ребенку. Ребенку нужны родители. Добрый вечер, скажите, пожалуйста, часто ли женщины повторно рожают раньше времени? Бывает такое, но не часто. Абсолютно не часто. Но у вас бывают пациентки, которые сначала со старшим, потом с младшим проходят этот депутат? Ну, это очень редко. Это может быть одна женщина в год или даже два-три года. Ну, есть, да, те, которые были уже у нас. Планируется ли закупка в отделении нового оборудования, которое помогает спасать недоношенных детей? Или достаточно того, что есть? В Европе детей выхаживают при помощи такого же оборудования, как в Беларуси? Оборудование абсолютно такое же, потому что все равно же закупки идут в определенных фирмах, которые занимаются производством данного оборудования для детей. Оборудование периодически закупается. То есть нет такого, что сегодня закупили и все, и больше закупок не будет. Нет, периодически одно, второе, третье, то есть вот как бы меняется, пополняется. Это процесс, который постоянно происходит. Если взять вот наше отделение, 19 августа было 34 года. Ну, кардинально поменялось. Поменялось. Конечно. У вас опыт достаточно серьезный, да? Вы с начала 90-х годов в медицине и можете проследить, как изменилась медицина, как изменились условия, как изменились возможности. И эффективность лечения тоже ведь поменялась? Для того, чтобы иметь хороший результат, нужен опыт и нужна хорошая команда. Тогда результат будет максимально положительным. То есть и не так важно, на самом деле, с какой техникой, с какой технологией работают эти люди? В какой-то степени, конечно, это важно. Для недоношенных детей важен и пластырь, и датчики, и мониторы, и уровень инкубатора, и уровень аппарата для искусственной вентиляции. Это важно. Но это не все, скажем так. Это не все. И последний вопрос от телезрителя. Здравствуйте. Объясните, почему 7-месячные дети развиваются потом лучше, чем те, которые родились на 8-м месяце? Есть ли такая тенденция на самом деле? Это касается, в первую очередь, неврологических нарушений. Потому что недоношенный ребенок внутриутробно развивается в состоянии определенной гипоксии. Это ему нужно. И поэтому, если он рождается в состоянии асфиксии, определенной гипоксии, то для него это не проблема. Это обычное состояние, в котором он развивался до сих пор. Доношенные дети, они уже готовы к рождению. У них немножечко все происходит по-другому, поэтому элементы асфиксии для них достаточно неблагоприятны. Правда ли, что девочки лучше справляются в таких ситуациях, чем мальчики? Женщины крепче. Мужчины слабее, поэтому мужчин надо жалеть. И мальчиков тоже. И мальчики сложнее, действительно, как пациенты? Им сложнее в этой жизни, поэтому они требуют большего внимания. Впервые такое слышу, если честно. Врач-неонатолог, профессия достаточно редкая. Это сложная специальность? Вот кому, мне кажется, поддержка нужна, так это врачам-неонатологам? Это сложная специальность, потому что это врач, который занимается детьми от рождения и до месяца. То есть можете представить, насколько это серьезно и сложно, если специальность выведена на первый месяц жизни ребенка. Ты должен абсолютно знать все специальности. Пульмонологию, гастроэнтерологию, кардиологию, все особенности адаптации детей. То есть все-все-все. И все это в миниатюре. Совершенно в таком, да, как у взрослого. Только во сколько раз меньше? В 10-15? Здесь, понимаете, есть такая позиция, что, например, вот если недоношенный ребенок, вот если он родился в сроке там 26 недель и 32 недели, это кардинально разные дети. Ольга Диноновна, можно было бы продолжать эту беседу еще очень долго. К сожалению, время наше заканчивается. Я вас благодарю за потрясающий диалог. Спасибо. Спасибо вам, что вы подняли эту тему, потому что я очень люблю недоношенных детей. И спасибо огромное вашему коллективу. Это люди, которые вызывают восхищение. Да, это правда. Спасибо. Ольга Креч, заведующая отделением для недоношенных детей, Гомельская городская клиническая больница номер 3 была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. Берегите себя и ваших детей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин